Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран не поддается на провокации Дживахира, и когда они слышат полицейские сирены, говорят, господин Кудрет, и уходит. Дилан же с нетерпением ждет новостей от Барана в особняке. Пока Баран возвращается в путь, не стоит увлекаться, этот человек очень грязный, он не сдастся, но людям в особняке, особенно Дилану, ничего не скажем. Он думает, что Дживахир ушел и немного расслабляется, но мы не расслабляемся. Пока госпожа Сабиха пытается успокоить Дилана, к ним подходит госпожа Азади и спрашивает, что происходит. Когда госпожа Азади злится на Гэжу Сабиху и кричит, госпожа Сабиха говорит, пусть Баран придет и объяснит. Когда Барана выходит из машины, они с удивлением видят с ними Гюля Феррата. Дилан немедленно обнимает Барана. Когда госпожа Азади спрашивает Феррата, что вы здесь делаете, Баран говорит, что всем следует зайти внутрь, и мы поговорим. Ясмин вспоминает время, когда Селам услышал, что госпожа Фикри стала будущей невестой. Затем, чтобы проверить язык Харона, он спрашивает, как поживает Сельма, и Харон хвалит ее. Когда Ясмин Харон говорит такое, Ясмин очень злится и вымещает свой гнев на приготовленной ею курице. Когда Дилан спрашивает Барана, я так боялся за тебя, все кончено, Баран говорит, что все кончено, а Дживахира забрала полиция. Когда Дилан спрашивает, что если он не остановится и снова захочет творить зло, Баран говорит, не волнуйся, ничего не произойдет и пойдем внутрь. Когда входит Баран, госпожа Азади задает вопросы один за другим и хочет знать, что произошло. Баран говорит, что Дживахир находится в тюрьме, затем звонит Феррату и объясняет, что они работают с ним по этому вопросу. Тем временем Феррат поворачивается и смотрит в глаза Гюлю. Когда Баран объясняет, что поймал Дживахира благодаря Феррату, Хасан думает, что он меня сжег. Затем он говорит, что госпожа Сабиха тоже оказала ему большую помощь благодаря предоставленной ею информации. Когда Феррат говорит, что я совершил покаяние, я очистился, прости меня тоже, Гюль дает Феррату пощечину. Когда он говорит, я не знаю, что делать, Феррат спрашивает, хотел бы ты, чтобы это было по-настоящему. Гюль говорит, я бы хотел, чтобы ты сказал мне правду и уходит. Баран зовет Хасана. Когда Хасан говорит, давай, племянник, Баран говорит, я знаю, что ты делаешь. Хасан сначала не принимает это, но Баран говорит, что все знают, а затем спрашивает меня кое-что, ты участвуешь в показе свадьбы. Хасан это отрицает и говорит, что если бы я знал, кто это сделал, я бы его задушил, я просто занимался бизнесом, это был прибыльный бизнес, поэтому я стал партнером. Он говорит, если бы я знал, что Дживахир делает такие вещи, я бы этого не сделал, вы все скрываете, вот что происходит после меня. Баран не верит ему, звонит Дилану и говорит, пойдем наверх. Затем госпожа Азади встает перед Хасаном и смотрит на него. Когда Хасан выходит в сад и говорит, что его чуть не поймали, перед ним появляется Ферат. Когда Хасан хватает Ферата за воротник и спрашивает, ты меня продал или выбрал сторону Барана? Ферат говорит, было очевидно, на какой стороне я был долгое время, я со своей семьей и уходит. Когда госпожа Азади кричит на Хасана, спрашивая, чего вы хотите, и спрашивает, почему вы держитесь за его воротник, вместо того, чтобы похлопывать его по спине, почему вы его не любите, Хасан говорит, что вы очень хорошо знаете причину. Леди Азади злится и говорит, несмотря ни на что он коробей, не забывая об этом. Хасан покидает особняк со словами, пойдем и посмотрим, как нам спастись. Пока Дилан объясняет, что он был очень напуган и обеспокоен, Бэрон говорит, что я не убивал его ради тебя, я сдал его полиции. Когда Дилан говорит, что больше такого не будет, Бэрон обнимает его и говорит, что больше не грустит. Пока Гуль с помощницей находятся на кухне, приходит Ферат и просит у девушки разрешения оставить нас в покое. Ферат умоляет Гуля помириться, но Гуль очень зол и хочет немного пострадать. Пока Харун пишет хар-яс на бумаге, когда приходит Ясмин, Харун переворачивает бумагу вверх дном. Когда Ясмин говорит, что это моя рецептурная бумага, и пытается ее взять, они тянут ее, и бумага рвется. Когда Хасан приходит к Джавахиру, Джавахир очень злится и говорит, что сделает очень плохие вещи с Фератом и Бараном. Когда он говорит Хасану, что ты всегда будешь держать меня в курсе, Хасан говорит, что ты не расскажешь, что узнал от меня, на самом деле есть кое-что, чего никто не знает, и говорит, что если они об этом услышат, то все развалятся. Пока Дилан говорит, как он счастлив, что они все будут счастливы и мирно вместе есть, Баран думает о словах Джавахира «застрелить меня». Пока Харун и Джавдит пьют чай, звонит дверной звонок и приходит Сельма. Входит Сельма с подарком в руке и садится. Ясмин обеспокоена действиями Сельмы. Когда все садятся за стол, госпожа Сабиха жалуется Барану на Дилана и говорит, что мы даже воды пить не могли, пока тебя не было. Господин Кудрет говорит, что Ферат многого добился и чтит его. Затем, когда Ферат поворачивается к Ганну Кудрету и говорит, «Дядя, Баран сильно ударил меня из-за тебя», господин Кудрет смеется. Затем Баран улыбается, вспоминая, что они звонили Ферату и говорили о том, готов ли ты показаться полным предателем, а затем поворачивается к Барану и говорит, «Ты слишком деспотичен, дядя сынок». Тем временем Хасан говорит себе, «Ты сжег меня, Ферат, но и я сожгу тебя». Пока Джавахир разговаривает со своим адвокатом, он просит телефон и звонит Барану, но Баран не отвечает. Затем Джавахир решает написать письмо, чтобы раскрыть предательство Ферата. Когда Харон хвалит печенье Ясмин и говорит, что Сельма нехорошая, Ясмин очень расстраивается и забирает у них тарелку, говоря, что если оно нехорошее, было бы нехорошо предлагать его гостям. Он приходит к Ферат Гуль с подарком и умудряется заставить ее простить его. Когда Гуль говорит, что прощает его, он обнимает ее и целует в голову. Когда Баран видит номер на своем телефоне, он думает, кто это. Когда он ложится спать и выглядит задумчивым, Дилан спрашивает, что случилось, и Баран объясняет, что думает об ужине. Дилан говорит, что вас, Карабеев, боятся, как вы нас всех обманули, именно Гуль был опечален и ранен больше всего. Баран говорит, не волнуйся, он прощает, там, где есть любовь, нет обид, и они обнимают друг друга и ложатся спать. Пока Ясмин рассматривает свое печенье на кухне и злится на Сельму, ее ловит Цеврии. Баран встает рано, одевается, приходит к Дилан, будет ее, затем говорит, твоя самая важная работа отдыхать, целует ее в лоб и уходит. Сельма приходит испечь мучное печенье, и Цеврии говорит, что мы поговорили с Джевдетом, чтобы Ясмин могла испечь его для ресторана. Когда Джевдет спрашивает Севрии, в чем была необходимость, почему ты так поступил, Севрия объясняет, что конкуренция – это хорошо, она заставляет любовь сверкать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.